Как победить Израиль? Это важнейший вопрос. Это вопрос актуальной политики. Палестинские партии разберутся без нас. Те, кто сегодня сражаются в Газе, это и есть палестинский народ. Те, кто сражаются на западном берегу, это и есть палестинский народ. А там сражаются все партии. Хамас, исламский джихад, народный фронт, демократический фронт, объединенное командование демократического фронта, бригады мучеников Аль-Аксы, боевое крыло Фатх, бригады Зиддина Аль-Касама. Я не знаю ни одной политической партии, которая бы сегодня не сражалась в Газе. Там сражаются коммунисты и националисты. Там сражаются исламисты и сражаются палестинцы-либералы. Там сражаются мусульмане и христиане. Когда вы слышите о том, что войну ведет Хамас, знайте, что в рядах бригад мучеников Зиддина Аль-Касама воюют православные христиане. В рядах исламского джихада воюют православные христиане. Народный фронт создал Джордж Хабуш, православные христиане. Абу-Аля Мустафа, мученик, которого я знал лично, который был убит в 21-м году в Ромале с сионистами, он мусульманин, он был коммунист. И сегодня бригады Абу-Аля Мустафа тоже сражаются с бригадами. Поэтому путь палестинцев – это путь Всевышнего Бога. И, как говорится, они сами разберутся, как и кто будет говорить от имени Палестин. Израиль. Израиль – это не еврейское государство. Израиль – это часть западного мира. Израиль – это колония, созданная Соединенными Штатами Америки в 47-м году. Даже лорд Бальфу не говорил о государстве Израиля. Даже Британия не говорила о государстве Израиля. Говорили о национальном очаге еврейского народа. Но в этом нет ничего плохого. Каждый народ имеет право на национальный очаг, в конце концов. Но государство создано было именно, когда Трумен сказал, давайте направим 100 тысяч евреев в Ашкеназии, переживших Холокост, в Палестин. Пусть создают государство. Поэтому ответственность за Израиль несет западный либеральный мир. Израиль столько лет представлялся как образец демократии, парламентаризма, либерализма, свободы слова на Ближнем Остоке. Но что же наши партнеры из западного мира? Теперь мы знаем, как выглядят демократия, парламентаризм, либерализм и свобода слова. Теперь мы знаем, как эти свободы слова распространяются на других. Когда выгодно, это свобода слова. Когда Осло и Мадрид. А когда невыгодно, то это убийство в Газе. Это и есть политика Запада. Израиль это часть Запада. Попытка сегодня представить Израиль чем-то отдельным от Запада. Это обман. Поэтому нельзя победить Израиль отдельно. Поберить Израиль можно только сражаясь со всем Западом. Израиль это Соединенные Штаты Америки. Израиль это элиты Европейского Союза. Позиция Великобритании немножко иная. Я это понимаю прекрасно. Позиция Его Величества немножко иная. Короля, допустим. Здесь мы видим нюансы, мы их понимаем и мы их там чувствуем. Но Запад несет ответственность. Либеральный Запад за израильское государство. Я, например, отказываюсь считать сионизм и израильскую политику и евреев, которые причисляют себя к этому, монотеистами. На мой взгляд, это язычники. Монотеисты это как раз те, кто противостоят Израилу. Мусульмане, христиане, верующие евреи, многие евреи, которые критикуют Израиль. Стэнли Коэн, мой друг, живущий в Америке, я его хорошо знаю, который защищал Мусу Абу Марзука, когда того судили. Поэтому сегодня война против Израиля, это война против самого отмерзительного язычества, которое выдает себя за монотеизм, выдает себя за религию. Это религиозная война. Это война единобожников, мусульман, христиан, верующих евреев, против язычников, которые представляются монотеистами и гуманистами. Современный либеральный запад, это и есть продолжение самого отвратительного язычества с человеческими жертвоприношениями, которые мы сейчас наблюдаем. One minute, I will finish. И как с этим справиться? Я думаю, демонстрациями и публикациями особо делу не поможешь. Конкретно есть предложение. Вот, допустим, в Европе очень много палестинцев, которые имеют гражданство Европейского Союза. Я думаю, если палестинцы подадут иски, допустим, в Испанский суд. Я напомню, что ордер на арест Пиночета был выписан в Испании. И сегодня Испания занимает крайне критическую позицию по отношению к Израилю. На Нитаньяху и членов Кнессета, депутатов Кнессета. Все члены Кнессета, Ликут, партии Либермана, других партий, которые поддержали убийство в Газе, являются военными преступниками. Надо добиться, чтобы на них были выписаны ордера в Европейском Союзе. Найдется в Европе судья, который не побоится это сделать, а хотя бы один ордер, выписанный в Европейском Суде, это значит, что уже никто из них не сможет прилететь ни в один аэропорт Европы. И Америки, кстати, тоже. В Америке, пожалуйста, можно подавать на них суды. Я точно не знаю американские законы, но я думаю, это тоже сработает. Убийство детей, ущерб имуществу, это один из способов. Второй. Прекратите поставлять в Израиль товары, имеющие военное назначение. Мы находимся в Турции. К сожалению, Турция поставляет 60% металла, из которого делаются израильские танки. Искандерун. Порт Искандерун – это место поставки металла из Турции. Президент, который говорит, что Израиль – террорист, в Израиль продолжают идти сталь. Нефть, которую поставляют Казахстан и Азербайджан. 60% нефти Израиля – это поставки из Казахстана и из Азербайджана. Поэтому, если мы хотим победить сионизм, если мы хотим спасти газу, прекратите поставлять в Израиль нефть. Прекратите поставлять в Израиль металл. И их танки встанут. Их армия остановится. Убийства прекратятся. А потом будем разбираться с преступниками военное преступление. Я уверен, что палестинцы победят. Потому что Бог на стороне палестинцев. Аплодисменты.